Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы с вами будем делать абсолютно честный обзор на объекта 260-го. Это самая непопулярная десятка в нашей игре. Красивый, зараза, но скорее всего бестолковый. Так ли это? Будем сейчас разбираться. Почему говорю о том, что он самый непопулярный? Потому что если посмотреть на эту сравнительную таблицу, в которой представлены абсолютно все танки 10-го уровня, вне зависимости от их типа, вы обратите внимание, что данную машину катали всего лишь 433 игрока за последнее время. И это самый низкий показатель по популярности. Все машины имеют гораздо большее количество игроков, которые на них играют, если не считать 114-го СП-2. Но данная машина, ребят, находится сейчас на тесте. Я тоже ее тестирую. Если вы хотите увидеть первыми абсолютно честный обзор на 114-го, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, обязательно жмите на колокольчик, для того, чтобы не пропустить видео. И не только это, а и многие другие. Что касается, ребят, машины. Я посмотрел по техническим характеристикам и для себя поначалу не понял абсолютно ничего. Почему он не пользуется популярностью? Если посмотреть, допустим, на его орудие, то здесь все вполне нормально, все клево. Нормальное время сведения, нормальный разброс, урон в минуту практически 3000 с установленным оборудованием амуницией. Время перезарядки составляет 8,5 секунд, что очень комфортно, имея такую точность и имея Альфу в 420. Да, скудные углы склонения орудия вниз минус 6, но это советские танки. Мы, в принципе, привыкли к тому, что советы имеют, ну, скудные показатели в отношении углов вертикальной наводки. Что можно сказать по бронепробитию? Да, в целом все нормально, 260, 312 на кумулятивных, если вдруг базовых снарядов не хватает. Да, осколочно-фугасные не являются там супер пробивными, но они есть и дают 500 единиц урона, если будете им кидать в какие-нибудь легкие танчики. Короче говоря, по орудию вроде бы все классно. Я обратил свое внимание на подвижность, думаю, мало ли, может из-за этого его не любят. Но нет, ребят, здесь один из лучших показателей на уровне, да нет, он, наверное, все-таки лучший показатель на уровне среди тяжелых танков, потому что здесь целых 50 вперед и 20 назад, ребят. Если вы не совсем понимаете, о чем я говорю, то давайте обратимся к другой таблице, в которой представлены тяжелые танки. И обратите внимание, скорость 50, назад 20. Лучше показателя на уровне среди тяжелых танков нет. Может пойти в какое-то сравнение скоростью движения вперед, Т95Е6 пиранька, но все-таки скорость движения назад 15 против 20. И что самое интересное, что на объекте действительно удобно, классно и комфортно сдавать назад. Также, ребята, я обратил внимание и на бронирование, которое здесь, в принципе, отсутствует и машина не является не то, что плохо забронированным тяжелым танком. Я бы сказал, что это средне забронированный средний танк, потому что брони здесь нет. В прямой проекции вот эта огромная передняя часть является абсолютно картонной, полностью пробивной. И здесь рикошеты, если и прилетают, ну прям совсем редко, это прям какое-то диво-дивное для тебя. Что касается башни, есть хорошие углы склонения брони по щекам, но не более того. Дело в том, что вот эти вот части, они являются большими, довольно-таки картонными. Единственная броня, которую я здесь нашел, это вот здесь вот по бокам от маски орудия. Ну и, соответственно, под самой маской, точнее не так, под накладкой маски, вот маска орудия имеет действительно нормальную броню. Все, ребят, на этом привет, больше хвастаться нечем. Если играть от борта, то если соперник прям совсем глупый, то здесь будут рикошеты от бортины. Но если он не дурак, то он будет забрасывать вот сюда, где 200 мм брони. В принципе, как бы вы не становились, как бы вы из-за какого укрытия не выезжали, все равно сначала появится вот эта зона, ну а потом уже, ребят, появится ваше орудие. Соответственно, вы раньше получите сюда тычку, чем сами отбросите. С другой стороны, у вас хорошее точное орудие, которое даст сдачи. В общем, приходится порой в боях размениваться, и это не очень хорошо, потому что игра в размен меня, честно говоря, не сильно привлечает. Что касается сравнения с другими машинами, то в отношении орудия все действительно комфортно, все действительно классно. Как вы видите, многие машины имеют ниже ДПМ, многие имеют выше по Альфе, но при этом дольше по перезарядке. Короче говоря, баланс орудия, я бы сказал, на хорошем достойном уровне. Сведение тоже хорошее. В общем, ребят, по большинству показателей машина действительно классная. Доходность 140%, что неудивительно для коллекционки на 10 левеле. Просто точно так же, как и у всех остальных. А вот что касается процента по победам, то, ребят, обратите внимание. Очень часто бывает такое, что количество игроков малое, а процент по победам большой. Это значит, что танк попал в нужные руки. Здесь же 433 игрока, которые обладают данной машиной, сделали всего лишь 51,2. Это худший показатель среди тяжелых танков с цикличными орудиями на 10 уровне. И мне почему-то кажется, что не могут прям полтысячи игроков не иметь возможности совладать с этой машиной. Для меня пока под вопросом, из-за чего. Я думаю, что все-таки это связано именно с уровнем бронирования данной машины. Ну что, то, что можно было обсудить в отношении ТТХ, обсудили. Я думаю, что самым лучшим будет просто взять эту машину и заехать в первый попавшийся бой. Исходя из слабого бронирования данной тачки, я попытаюсь держаться, ну не то чтобы прям в стороне от своих соперников, но быть прям, прям, прям сзади своих союзников. Я не буду ехать первым однозначно. Ну, по крайней мере, очень сильно надеюсь, что меня игра не заставит это делать. Я имею в виду, что сложатся боевые обстоятельства таким образом, чтобы у меня не было необходимости выпячиваться на передовую. Пущу вперед более бронированные тачки, пущу вперед ИСА-7, Е100-ку. И попытаюсь поддержать этих ребят. Буду таким себе тяжелым танком поддержки. Как-то вот так попытаюсь отыграть. Ну что, поехали. Ну ладно, хорошо, давайте вы сейчас рассосетесь. Я понимаю, что вы не настолько скоростные, как я. Едет машина действительно бодро, с места срывается абсолютно спокойно и нормально. Действительно комфортно передвигаться, вопросов нет. Абсолютно удобно входить в какие-то там повороты и так далее. И честно говоря, когда едешь толпой, даже есть какого-то рода дискомфорт из-за этого. Потому что ты движешься быстрее, чем все остальные. И, соответственно, тебе приходится подстраиваться под их скорость движения. Уходим, уходим. Так, чтобы тычку не получить. Главное спрятать клюв. Как я понял по броне, если клюв прятать будешь, то тогда, в принципе, что-то с этого может получиться. Не хочу дальше стоять здесь на месте. Понимаю, что с учетом наличия здесь объекта, мы с ним вдвоем здесь будем только мешать друг другу. Попытаемся перескочить немножко. И поддержать наших ребят немножечко с другой стороны. Так, а вот это мне уже не нравится и очень сильно, потому что... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Потому что ПТ-шка, находящаяся у нас вот здесь вот сбоку, только мешать будет. Пробития орудия действительно хватает. Действительно удобно, вопросов нет в отношении того, чтобы разворачиваться. Занимать удобную для себя позицию в отношении расположения корпуса. Так, чтобы было меньше вероятности пробития. Действительно удобно, благодаря хорошей подвижности машины. Так, а сейчас попытаемся закрутить, как бы глупо это ни казалось. Но нет, ребят. Первый блин комом. И давайте будем сразу обсуждать броню, которой, как я говорил, здесь нет. Нижний бронелист, борта башни, бортина. Ну, в принципе, ничего удивительного. Все, что мы видели с вами на зацене уровня брони данного танка, оно, в принципе, все и оправдалось. Точнее, не так. Все показало себя так, как и должно было себя показать. Что касается орудия. Меня порадовало то, что орудие действительно точное. Орудие действительно комфортное и удобное. Очень легко сводится. Нет необходимости долго ожидать. Есть возможность выцеливать серые зоны, которые не являются крупными у ваших соперников. В целом, ребят, по орудию вопросов абсолютно никаких. А вот в отношении живучести танка действительно вопрос есть и очень большой. Наверное, из-за этого машина и не пользуется популярностью. Потому что мало кто хочет брать себе тяжелый танк ради того, чтобы играть на нем как на среднем танке. Причем боятся попасть в передряги, так как играя на легкой технике. Ну вот как-то так пока по ощущениям. Сейчас досмотрим обязательно данный бой. Зайдем еще в один и попытаемся, может, чуть-чуть получше реализовать тачку. Может, она не настолько плоха, как кажется на первый взгляд. Итак, друзья мои, 2000 нанесенного урона. Я не могу сказать, что для меня нанесение конкретно урона моим соперникам составило какую-то проблему. А вот выжить проблему действительно составляет. Какие у меня ощущения данной машины и что мне хочется сказать в поддержку данного танка и в то же время справедливо отметить его недостатки. Основным недостатком данной машины является то, что ты ожидаешь от него, исходя из его внешнего вида, ты, ребят, ожидаешь от него чего-то такого, что может предоставить тебе ИС-7, который у нас в конце боя был на экранах. Внешний вид очень похож, и вот ты думаешь, что ты настолько хорошо бронированный, настолько хорошо живуч, как и ИС. Но нет, ребят, объект 260-й абсолютно другая история. От ИС-7 у него нет абсолютно ничего, кроме вот этого вот щучьего носа. И, в принципе, на этом привет. Все сходства заканчиваются. Что касается того, за что стоит отметить плюсом данную машину. Обалденная подвижность, великолепная маневренность и крайне комфортное орудие. Что бы хотелось мне изменить в данной тачке? Либо добавить ему альфы, причем существенно. Я бы добавил ему где-то единиц сразу эндок 40-50, абсолютно не стесняясь. Ну, либо добавить ему брони. В противоположном случае, имея вот такой вот баланс, ну, я бы не сказал, что танчик является играбельным, комфортным. Ну, и я не знаю, ребят, осмелюсь все-таки заявить о том, что не настолько фановым и веселым, как мне бы, допустим, хотелось. Есть, ребят, более интересные машины в нашей игре. И что самое интересное, что, наверное, даже более интересные машины в нашей игре на 10-м уровне среди тяжелых танков есть даже среди проходных машин. Вот объект 260-й в прицеле. Ну, картон картонный, просто сущий ад. На нем танковать ничего абсолютно не получается. Сейчас я остаюсь один против немалого количества соперников. И для себя я понимаю, что, в принципе, это, ну, дорога в никуда. Вот такой вот он объект, абсолютно неживучий и, возможно, в чем-то результативный в отношении урона. Но, в целом, ребят, я не удивлен, что данный танчик не пользуется абсолютно никакой популярностью среди игроков. Я думаю, что если он появится на продаже, мало кто захочет его себе приобретать. По крайней мере, если его будут оценивать, как и другие десятки в пределах, начиная от 17,5 и выше. Вот такая вот правда про объекта 260-го. Ничего ни от кого не скрываю. Если вы за честность обзоров, обязательно подписывайтесь на канал. Я снимаю специально для вас, для того, чтобы вы не сделали невзвешенных решений и не купили себе, не дай бог, что-нибудь, что может вас потенциально расстроить. До встречи в новых видео. Спасибо большое за просмотр. Мира вам, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!